Друзья, мы все-таки социальные существа, можем даже, скажу, речи, стадные существа. И наше выживание возможно только в составе группы, стаи. И вот первые важные такие потребности, которые следуют, вы сидите вместе, это коммуникации в обществе. И вот вас окружают эти люди. Вполне реальные люди. Вот посмотрите друг на друга. Но я вам открою тайну. К сожалению, их мало интересует, что вы представляете собой. И ваши интересы они практически не учитывают. Они пришли послушать меня. И да и то ко мне предвзято относятся. А у нас возникает потребность адекватно отражать вот этот социум и особенно некоторых вот этих особей в этой стае. Конечно, от тех, кого мы зависим. От начальников силовых структур или от теми, кем хотим попользоваться. И вот каждому этому человеку мы вешаем ярлык. Набор каких-то нарративов. А это факты. Взаимоотношения этого человека с другими людьми. Но даже если вы находитесь рядом довольно длительное время, этот человек все равно живет в вашей голове. Вы как бы взаимодействуете с этим образом. Прокручиваете целый фильм про этого человека. Пусть я говорю еще раз, это супруг или супруга. И вы с ним общаетесь в голове. Чего вы только не наговорили. Слышал бы он. Итак, мы с вами поняли, что человек не может жить без общения. Но с другой стороны он все-таки обособлен. Человек стремится не только к общению, но и к некоторому уединению. Вот поэтому он и говорит со своими стаями в своей голове. И про личную основную территорию мы с вами говорили в карте территории. Посмотрите, как вы написали свою карту территории. Итак, у нас должен быть баланс между общением, уединением. Вот это жизненная проблема. Конечно, кто слишком много общается, он как бы разрушает личностные границы, теряет свою индивидуальность. А другой, кто уединяется, тоже разрушает себя. Он замыкается в себе. Перестает наполнять свой внутренний мир. И взаимосвязи разрушаются. Вот отсюда-то и возникают различные вегетативные процессы. Вот это и необходимо решать, чтобы жить качественно и без всякой симптоматики. Обращайтесь ко мне. Мы подчистим вашу карту и территории, и карту стаи. И тогда вы не будете утрачивать человеческий облик. И в своих действиях, и общении с другими людьми, вы поймете, как вы выглядите в глазах других. И тогда ваша жизнь наполнится смыслом. А так, вашей личности одной маловато. Вы уже не действуете. А, чтобы поддерживать коммуникацию с этими людьми, он должен знать и черты характера себя, и как читать другого человека. Вот, поэтому есть у меня ролики про невербальный язык. Одним словом, подписывайтесь на канал. Это вам просто необходимо. Необходимо для качественной жизни. Я вам отвечу по скайпу и подскажу. Многое подскажу. И вы тогда будете жить другую жизнь. Более интересную. Но с преодолениями.